У современной молодежи практичный подход к выбору профессии. Большинство ставит своей целью освоить такую специальность, которая будет востребована на рынке труда и позволит обеспечить материально. Такую возможность в Бресте дают многие среднеспециальные учреждения образования. Одно из них – Брестский государственный колледж сферы обслуживания. Те, кто хочет найти и проявить себя в сфере бьюти-индустрии, приходят именно сюда, считает его выпускница Анастасия Василевич. Ее пристрастие к парикмахерскому мастерству началось еще в детстве. С детства нравилось, и изначально целенаправленно шла именно на парикмахера. Нужно любить то, что ты делаешь, и тогда, скажем так, конкуренцию ты не будешь замечать особо. Потому что многие идут, сами того не понимая, зачем им это нужно. А если ты действительно это любишь, ты постоянно повышаешь свой навык, ездишь на обучение, семинары. То есть это та сфера, которая никогда не останавливается, и ты постоянно в развитии что-то новое узнаешь. Колледж дает основу, базу, без которой ты дальше работать не сможешь. Колледж учит держать ножницы, расческу, разбираться в базовых красителях, как стричь волосы, как держать. То есть основной навык, базовый, который нужен именно дальше в своей сфере. Вот так вот себе учишься, набираешься опыта, едешь на международные соревнования, и вот ты одна из лучших парикмахеров в СНГ. Выпускница Брестского государственного колледжа сферы обслуживания заняла второе место в конкурсе парикмахеров национального чемпионата WorldSkills 2022 в республике Мордовия. Когда встал вопрос уже выбирать участника именно от нашего колледжа сначала на областной этап, именно на конкурс WorldSkills, то как бы выбор был очевиден в пользу Анастасии. У нее были очень большие шансы занять и первое место, и это как бы с первого же модуля было видно, что она очень сильный конкурент, скажем так, и участники из Китая, из Узбекистана, из России сразу почувствовали конкуренцию. Вот это, конечно, очень приятно. Как отметила преподаватель Анастасия Василевич, самое главное не место, которое она заняла, а ее ощущение, что она сделала все, что смогла, и ее оценили высоко. А уже как сложились баллы – неважно. Сегодня все поддерживают Анастасию и считают, что с ее талантом, большой любовью к парикмахерскому делу и, конечно же, совместной работе с преподавателем она нисколько не уступает участнице, которая взяла золото. Очень престижно, и мы этим очень горды. В основном, это, конечно, уже парикмахерское искусство, наше участие в различных конкурсах, начиная от областных, заканчивая мировыми. Мы следили за этим конкурсом, то есть Марина Александровна, мы общались, анализировали, спорили, что-то решали, но нам очень приятно, конечно, очень. Даже сейчас, выполняя работу с конкурса, Анастасия Васильевич сосредоточена. Внимание, каждое пряди, каждому волоску. И несмотря на то, что конкурс позади, заслуженная награда уже получена, Анастасия не торопится, ведь в этом деле спешка может сильно навредить. Чтобы создать нечто прекрасное, необходимо терпение, аккуратность и безупречный вкус. Это прическа именно с конкурсного задания, которое я выполняла именно на чемпионате. Я, собственно говоря, ее повторила просто сегодня. За тобой не следят эксперты от других стран. У тебя, ну, меня, скажем так, ее судить не будут, оценивать тоже не будут, поэтому намного спокойнее, без нервов, без волнения. Анастасия Васильевич будет дальше развиваться в своем любимом деле, набираться опыта и мастерства. Вот только уже не через различные рода конкурсы, а непосредственно в работе парикмахером.